добрый день ну собственно говоря такая функция довольно сложно уже завершать сегодняшний день я все-таки хотел вернуться конечно к лену обгаревичу и вот действительно может быть сказать о том что удивительная мощь вот этого человека действительно его глобальность они связаны с тем что в нем сочеталось очень много всевозможных качеств но прежде всего конечно это фантастическое умение интегрировать научные знания и делать действительно мощные прорывы именно вот прорывы потому что это совершенно более уникальные предсказания на будущее которые потом реализовывались фантастический такой как бы научный гигант в хорошем смысле этого слова второе очень важно это то что конечно несмотря на то что часто государство было с ним несправедливо имелись какие-то проблемы он был в общем все таки патриотом своей страны напомню что это был советский союз сейчас как раз говорит об армении россии надо было одинное государство и конечно вся его деятельность вся его общем то жизнь была подчинена тому чтобы бороться за страну в том числе в годе великой отечественной войны естественно у него потрясающие совершенно заслуги то есть он полностью себя отдавал это конечно действительно дорогого стоит ну кроме того конечно у него была очень мощная духовная база я могу сказать что вот если кто ознакомился подобно с биографией семьи семья бели то были очень и мощные религиозные традиции и даже не сейчас мы говорим о религиозных взглядов конечно вот это все было некой такой духовной основой которая действительно делала его человеком абсолютно уверенным своих вот идеалов которые действительно после мастерoff принципа никогда нет них не отступал просто не мог этого сделать потому что в этом соответственно была его суть и вот то что конечно такой человек стоит уже сегодня об этом говорилось у истоков нашего института это конечно очень большое для нас блага и другой стороны это очень большая для нас ответственность на самом деле соответствует всему тому что соответственно всем тем принципам которые им были заложены. Сегодня много говорилось о том, что Леонид Абгарович является основателем эволюционной физиологии, говорилось о том, что он является одним из предвестников очень серьезных исследований в области экстремальной медицины. Я бы хотел, конечно, еще добавить к этому, что он является в какой-то степени еще и основателем эволюционной биохимии. У меня, собственно, был доклад на нейрохимической конференции в мае как раз о его колоссальной роли в развитии нейрохимии, биохимии в нашем институте, потому что мы знаем очень многих выдающихся ученых. Это Евгений Михайлович Крепцы, о котором мы сегодня говорили, это Евгений Михайлович Крепсон, это Андрей Львович Поленов, которые фактически либо прямо были его учениками, либо, во всяком случае, реализовывали, как вот Андрей Львович, например, его идею, хотя напрямую вроде непосредственно учеником он и не был. И что очень важно, это то, что, соответственно, в основе как бы всего того, что он делал, это были именно вот эти прорывы. И вот эти прорывы – это то, что, наверное, сейчас в нашей науке все-таки, несмотря на то, что сегодня все говорили о потрясающих открытиях, о мощнейших как бы походах и приют, да, уже, при этом, к сожалению, вот действительно сейчас, наверное, наука испытывает некое такое торможение в этом плане. И поэтому всегда очень интересно посмотреть на вот такие кардинальные изменения, которые начинают происходить в тех или иных образцах, они наиболее интересны. Кстати, я недавно читал, что в 2011 году по количеству статей мы превзошли 19-й год в пять раз. Ну, теперь скажите, пожалуйста, много мы можем сказать об грандиозных открытиях 2011 года, 2011 года? И я думаю, что каждый, наверное, скажет об очень многих открытиях, которые были сделаны, соответственно, в 19 веке, да, то есть, собственно говоря, как раз очень объем большой информации, очень большой объем исследований, а эффективность становится, к сожалению, довольно низкой. К чему вся вот эта преамбула? Ну, прежде всего, к тому, что вот область, о которой я сейчас коротко скажу, это жебероксопряженные рецепторы. Она, с одной стороны, уже, в общем-то, с бородой, потому что уже занимается этими рецепторами, наверное, как минимум полвека. Вот, но сейчас действительно сформировались некие предпосылки для очень кардинального пересмотра этой области. И, как ни странно, это связано не со структурными особенностями GPCR, потому что здесь, конечно, уже достигнуты очень большие успехи. И если, допустим, там 30-40 лет назад там действительно было много темного леса, то сегодня, конечно, уже открытий сделано довольно много, и Нобелевский район, и не один даже, а целых три группы, как минимум, да, поработали в этом направлении успешно. То вот в отношении регуляции здесь как раз все не так просто. Итак, вот сейчас перед вами классическая схема, всем хорошо известная, регуляции, соответственно, всевозможных внутриклеточных сигнальных кассок кадров через GPCR. Ну, GPCR – сопряженный рецептор, рецептор 7 раз пронизывающий мембрану, как мы помним. Мы видим здесь, что GPCR может активировать довольно большое количество гетеротрименных G-белков. Это G-S-белки, которые активируют аденивации к глазу, G-U-белки, которые там и аденивации к глазу ингибируют, регулируют ионные каналы, о которых сегодня много говорилось. Ну, в общем, короче, много чего делают. G-U-11 семейство, которое регулирует фосфолипазу и фосфоэнезитидные пути G-12-13, которые регулируют обменные белки. Ну, в общем, короче говоря, как минимум 4 класса, и на самом деле у человека там почти 20 альфа-субелец получается. Это действительно все регулируется, это все классически известно. В последние годы также стало известно, что G-PCR могут регулировать не только G-белки. И, кстати, между прочим, сам термин G-белок сопряженный рецептор теперь, в общем-то, вызывает некоторые вопросы. Потому что сначала выяснилось, что не только G-белки могут регулироваться, а могут регулироваться, скажем, бета-арестины. Это вот такие адаптерные белки, кстати, несколько типов. Бета-арестины вначале считали, что занимаются только одним, то есть они бракируют передачу гормонального сигнала в клетку. То есть они фактически являются функциональными антагонистами гетеротрименных G-белков. У них даже сайт-связывания там совпадает. Но потом выяснилось, что не тут-то было. Оказывается, бета-арестины еще и отвечают за определенные сигнальные каскады. Здесь в конечном итоге очень важную роль играют всевозможные киназы, которые по-разному их восприлируют уже после активации рецепторов и сообщают бета-арестиным, что им делать. То есть либо, соответственно, это даун-регуляция рецептора, соответственно, на его уход, там, протосому или рецикализация, либо это еще дополнительный сигналник. Совсем недавно еще масса адаптерных белков появилась, которые тоже могут активироваться через GPCR. И это, оказывается, еще тоже не все. Совсем недавно было обнаружено, что очень многие GPCR вообще не действуют через кито-атремерные G-белки. Они действуют через бета-арестины, через кито-адаптерные пупели 1, допустим, семейство и так далее. То есть уже само вообще название стало подвисы в воздухе. То есть фактически получается, что стимуляция рецептора приводит к множеству вот таких сигнальных событий в клетке. Ну, до этого было тоже как бы все просто. Вот были, допустим, рецепторы, которые сопрошены типа GES-белками, там, только GQ11-белками и так далее. Прошли годы, и стало понятно, что это не так. Ну вот, например, рецепторы, о которых я сегодня буду более подробно говорить, это рецепторы гипофизиальных гормонов, лютонизирующего, фолликулостимулирующего, тиреотропного, всем хорошо известных из области эндокринологии, да, они на самом деле способны при активации этих рецепторов активируются все четыре класса G-белков. И G-S, и G-Q11, и, как выяснилось, по ответственной обратной связи G-E-U, и иногда, ну там, скажем, есть некоторые споры по этому поводу, в ТТГ там споров уже нет, G-12, G-13, то есть все классы. Более того, это еще не все. Одновременно с этим активируются батарестины. В случае ФСГ, ЛГ, АПЛ-1 и ППЛ-2 адаптерные белки, и еще несколько сигнальных каскадок, на самом деле, которые сейчас изучаются. Возникает вопрос, если у нас есть стимул, то каким образом определяется вот эта эффекторная специфичность распределения вот этих, соответственно, сигнальных путей, то есть их соотношения. Ну, конечно, появилась великолепная концепция в отношении того, что имеется несколько активных информаций, в каждой из которых, соответственно, активируется определенный сигнальный каскад, а в каждом случае активации имеется соотношение вот этих информаций. Ну, кто определяет это соотношение? Почему в одних клетках идет очень высокая специфичность, из других, скажем, она низкая, и совершенно разные каскады могут активироваться. То есть эти вопросы вообще достаточно становятся интересными. Это еще не все. Дело в том, что когда мы стимулируем рецептор, мы, естественно, приводим какой-то высокий баланс активации общей. И вот оказалось, что в реальности никогда вот эта суперактивация, скажем так, не достигается. Более того, обычная реальная активация в разы меньше, чем то, что мы могли бы достичь. Ну и, кстати, с ингибированием та же самая ситуация. То есть получается, что есть какие-то другие игроки, которые, вообще говоря, могут все вот это определять. И вот такие игроки в конечном итоге были найдены. Собственно, ничего тут удивительно такого невероятного не произошло. Просто то, что, в общем-то, было известно довольно-таки хорошо для ферментов, кстати, для ионных каналов гораздо раньше было хорошо известно, теперь стало, вообще говоря, прерогативой и GPCR. Это анастерическая регуляция. Причем оказалась она довольно-таки интересной и сложной. Но здесь приведена, я бы сказал, примитивная достаточно схема. Мы видим различные классы GPCR. Мы видим, что это как бы в большинстве GPCR ортостерический, то есть высокоафинный сайт, который связывается с основным элегантом, ну, скажем, серотониновый рецептор с серотонином, адреналиновым с адреналином и так далее, он находится внутри трансмембранного, но теперь мы будем уже говорить не канала, а трансмембранного, соответственно, домена просто помягче. Значит, вот здесь он красненьким изображен. В этом случае ортостерический сайт, мы сейчас, кстати, тут тоже концепцию немножко подкорректируем попозже, находится уже во вне клеточных петлах этого рецептора. Ну, потому что ортостерический элегант заходит внутрь, а вот эти ортостерические сайты, они находятся во вне клеточных петлах. Вариант один. Вариант два. Когда мы имеем уже довольно большой пептидный гормон, ну, скажем, допустим, тот же самый альфа-МСГ, он, соответственно, не может уже проникнуть внутрь вот этого, соответственно, трансмембранного домена GPCR, и вполне логично, что природа придумала ортостерический сайт, который оркализован во вне клеточных петлях. Вот здесь он красненьким тоже обозначен. А тот сайт, который находится внутри трансмембранного домена, он в данном случае уже, оказывается, подвергается ортостерической регуляции, хотя, опять-таки, это все еще пока упрощенно. И, наконец, тот вариант, который мы довольно-таки активно занимаемся, это вот эти удивительные совершенно GPCR, рецепторы ТТГ, РГ, ФСГ, рероксина, когда имеется колоссальный эктодомен, в нем находится вот этот, соответственно, ортостерический сайт, который взаимодействует с колоссальным вот этим гликопротеином, а в этой ситуации, опять-таки, ортостерический сайт находится в трансмембранном домене. То есть вот ситуация вот таким образом меняется, и, оказывается, у нас появляется поле для вот такой ортостерической регуляции. Но сколько у нас имеется ортостерических сайтов в молекуле, соответственно, рецепторы? Да их оказывается довольно много. Я вот совсем недавно рецензировал статью, в которой в серотониновом рецепторе доказывалось, очень строго доказывалось, наличие в одном из типов 12 аристерических сайтов, причем локализованных совершенно по-разному. Одни из них локализованы во внешних петлях, другие локализованы в цитопразматических участках, то есть совсем как бы в другой локализации, и они определяют, кстати, взаимодействие в том числе и с жеберками, и с аристинами. Часть сайтов находится в трансмембранном канале, и часть находится вообще довольно интересно, для юных каналов особенно это интересно, там такая же ситуация, по всей видимости, есть. На поверхности вот этого трансмембранного домена, вот как раз на месте интерфейса между мембраной и между, соответственно, вот этими внешними поверхностями вот этих трансмембранных спиралей. То есть получается, что у нас имеется колоссальнейшее количество таких сайтов. И это еще тоже не все. Ведь фактически на сегодняшний день ни один человек, наверное, уже не скажет, что GPCR работают как мономеры. Они все являются либо ди, либо, соответственно, олигомерами. Более того, чаще всего теперь, как уже выясняется, они еще являются не просто, допустим, гомодимерами, а гетеродимерами. То есть это фактически разные рецепторы, которые взаимодействуют, скажем, дофаминовые. То есть практически наиболее классическая схема – это D1-D2 гетеродимеры. У него совершенно другие свойства, чем D1-D1, D2-D2. Там есть на самом деле еще D3 и так далее, то есть можно сейчас в это далеко зайти. Таких гетеродимеров уже безумное количество. Раньше их высчитывали, выяснивали, а сейчас уже целые обзоры, в которых просто таблицы такие безумные того, что уже обнаружено. Это тоже остеическая регуляция. Они же тоже регулируют друг друга фактически. То есть это уже более глобальные остеические взаимодействия. Плюс к этому масса адаптанных регуляторных белков, которые тоже являются остеическими регуляторами. И, наконец, сами же белки являются остеическими регуляторами. Это же как бы классически известный факт. То есть получается, что у нас вот такая мощная аэростерическая регуляция, она имеет место быть, и она вообще-то, говоря, в общем-то, играет основную эскейпку. То есть, грубо говоря, вы входите в квартиру, вы включаете рубильник, вы включаете свет. Это вот как раз вот этот гормон, который просто атакует соответствующий тип, даже с высокой селективностью, там определенный серотонинный рецептор, допустим, в оси подтипа, да, там совершенно селективный элегант, вот он атакует его, это вот этот рубильник. А включится ли после этого стиральная машина, холодильник или что-то еще, это вот как раз и как она включится, и вообще включится ли она, это определяет, собственно говоря, вот эта аэростерическая регуляция. Здесь, если мы говорим об аэростерических регуляторах, то их довольно много. Во-первых, есть семейство такое, которым мы, кстати, занимаемся в основном, это те аэростерические регуляторы, которые имеют собственную активность. Вот, скажем, у нас имеются регуляторы рецептора ЛГЭ, ТТГ, которые в отсутствии всякого гормона, да, соответственно, способны стимулировать там конкретный целевой рецептор. То есть они как бы обладают собственной аэростерической активностью. То есть это классические аэростерические органисты, причем полные аэростерические органисты. Но все-таки, скажем так, большая часть аэростерических регуляторов – это те, которые направлены на эффекты уже, собственно, аэростерических легандов, то есть как бы классических гормонов. И здесь у них, конечно, имеется разная активность. Вот мы видим, негативные аэростерические модуляторы, что они делают? Они, во-первых, соответственно, снижают вот этот максимальный эффект, который оказывает гормон, и меняют, соответственно, концентрационную зависимость. К чему это приводит? Ну, дело в том, что очень многие гормоны настолько огнеопасны, ужасны и кошмарны, что если мы не будем смягчать их действия и вообще, как говорится, их коррелировать, то они просто разнесут всю клетку пополам. Поэтому в данном случае негативные аэростерические модуляторы все время смягчают вот эти все эффекты, они депфируют все эти эффекты. Позитивные аэростерические модуляторы, наоборот, когда, допустим, недостаточно эффекта какого-то гормона, или он находится в слишком высокой концентрации, то это тоже как бы эволюционно вырабатывается другой механизм, наоборот, уже усиливается, соответственно, сам эффект и меняется концентрационная зависимость. Есть еще всякие нейтральные, которые модифицируют другие аэростерические регуляторы, влияют на эффекты, на специфичность и так далее, то есть более тонкие игроки, соответственно, более тонкий сон таких молекул. То есть вот на самом деле имеется такое большое количество регуляторов, которые по-всякому способны, ну, их называют модуляторами, да, на самом деле, которые модулируют, соответственно, вот эти сигналы. То есть мы уже видим вот такую общую картину. Но, конечно, каждый человек, который об этом слушает, наверное, думает, ну, это, наверное, какие-то специфические молекулы, какие-то очень сложные такие конструкции. И вот здесь мы неожиданно встречаемся с удивительными вещами. Вот каждый Денис Борисович только что все нам это рассказывал. И это, ну, просто вот говорит о полном примирении ионных каналов, GPCR, хотя вот постоянно идет какая-то борьба. Ну, посмотрите, пожалуйста, на катионы металлов. Натрий, да, всем хорошо известный натрий, элементарный вроде бы катион. Оказывается, он является негативным модулятором. То есть он заходит внутрь трансмембранного канала, там есть, соответственно, астерический сайт. Я думаю, точно по тому механизму, о котором говорилось здесь, то есть точно совершенно он подбирает, наверное, тоже такую же, предыдущая таких статей не видно, но я думаю, что, наверное, так оно и есть. То, что там первый как бы слой – это гидратные оболочки. Вот он, наверное, таким образом заходит в этот сайт и таким образом смягчает удар вот этого органиста, то есть полного органиста, астерического риганта, который будет этот рецепт растимулировать. То есть фактически получается, наличие катионов натрия автоматически снижает, причем очень существенно, все сигнальные события, потому что вот таких натрий-зависимых GPCR уже сейчас известно более 70, хотя цифра там увеличивается постоянно, то есть это величайшая регуляция. Кстати, интересно, калий не является вот это удивительно. Ионы калия не влияют на, соответственно, пока нет ни одной работы я не видел, чтобы ионы калия влияли на, соответственно, на взаимодействие с астерическим ригантом. Вот здесь какое-то потрясающее разделение такое, да, как в случае АТФ и ГТФ, там разделение величайшее, так и здесь. Калий и натрия, вот они разделены. Дальше. Двухвалентные катионы, ну, цинк, магний, магний, там, хотя на список можно было продолжить, очень много сейчас исследований, поэтому они, как правило, являются позитивными, наоборот, уже не негативными, а позитивными регуляторами. Ну, кстати, вот такая элегантная работа, которая была проведена, сравнительно недавно, по влиянию натрия. Вот посмотрите, пожалуйста, это аденозийный рецептор. Вот мы видим, натрий сидит, соответственно, в трансмембранном домине в астерическом сайте, и удар, соответственно, от астерического леганда существенно смягчает, то есть активность довольно-таки низкая получается, да. Как только мы проводим связывание, естественно, этого натрия идет с боковой цепью аспарагиновой кислоты. Значит, как только мы аспарагиновой кислотой, соответственно, меняем на аспарагин, то есть убираем карбоксилат, значит, натрия уже оттуда вываливается, то есть он не способен связываться с астерическим сайтом, Адренозин начинает уже повышать эту систему и ее активировать. Вот, пожалуйста, элегантный опыт. Таких опытов много сейчас на самом деле есть по направленному амутогенезу, который позволяет показать четко влияние натрия. Кстати, что очень интересно, какой из этого мы делаем вывод. Допустим, три лаборатории. В одной лаборатории используют натриевые буферы, в другой используют калиевые буферы, а в третье используют натриекалиевые буферы. Они находятся в разных местах. Все, значит, там корпят инвитера над этими несчастными клетками. Какие-то клетки одинаковые, все одинаковые. Результаты разные. Абсолютно разные результаты. И, между прочим, это один из парадоксов, когда очень многие авторы начинают в ужасе смотреть. Иногда отлично по некоторым работам составляют в порядке даже. То есть мы видим совершенно эти 50, грубо говоря, и так далее. Просто разные. Оказывается, это принципиально зависит от того, какая у вас фактически культуральная среда. Даже если вы полностью воспроизводитесь другой средой, значит, вы просто написали липу. По-другому нельзя, потому что быть не может такого, если у вас ионный состав другой, это то же самое значение. Так что здесь довольно-таки вот интересная такая картина. Теперь дальше. Ну, помимо, соответственно, вот таких элементарных ионов, кстати, есть еще и по анеонам тоже данные, хрон, естественно, тоже там очень интересно. Ну, как правило, негативные, но там не все однозначно. Вот. Аминокислоты. Посмотрите, замечательно. Аминокислоты тоже, оказывается, очень существенно влияют. Ну, кстати, вот лейцин и залицин и фенилуронина являются негативными модуляторами в большинстве случаев. Гомоцистеин. Да, у нас миллионы работ. Гипергомоцистеин имии, какие-то сложнейшие механизмы, влияние на какие-то там рецепторы нам, да, и так далее, все такое-сякое. Оказывается, все может быть гораздо проще, потому что гомоцистеин является негативным регулятором дофаминового рецептора второго типа. Кстати, вот мы занимаемся диабетом. При диабете эти рецепторы проседают, и там действительно большое количество гомоцистеина. Так, возможно, проседают они именно из-за этого, а не из-за каких-то иных, кстати, механизмов. То есть это просто уже возможность посмотреть совершенно по-другому. Дальше. Теперь, если мы возьмем, допустим, всевозможные пептиды, полипептиды и белки. Вы посмотрите, здесь есть ряд, скажем, товарищей, которые вообще-то совершенно по-другому, как мы обычно описываем их здесь. Скажем, гратутион. Все, кто занимается опция системами, они сразу скажут, ну, понятно, в чем функция гратутиона. Оказывается, не тут ты был, оказывается, гратутион еще и на качестве чувствительного рецептора, который тоже является GPCR. Есть такой класс рецепторов, способный действовать, причем действует как позитивный регулятор. То же самое касается протамина. Функции протамина совершенно другие. То есть я просто к тому, что этот список, это ведь только немножко, это маленькая вершинка айсберга. То есть мы видим колоссальное количество регуляторов. Или смотрим, допустим, на липиды. Ну, вы посмотрите, замечательно. Холестерин, да, например, он является, как правило, позитивным регулятором. И почему? Вы помните, как Кобилка и Левковец, когда делали свои знаменитые все работы, они никак не могли фактически сделать рентгеноструктурный анализ, да, кристаллическую форму GPCR. Что они сделали? Они взяли туда, добавили немного, немало холестерин. Для чего? Для того, чтобы стабилизировать вот эту структуру, соответственно, снаружи. Так они не просто ее стабилизировали, как оказалось. На самом деле они добавили не что иное, как позитивный аэростерический модулятор. То есть это вообще, говоря, полностью перераспределяет все наши как бы здесь представления. То есть мы понимаем, что даже вот такие молекулы и многие гормоны, которые совершенно другие могут эффекты оказывать. Вот, кстати, вот как раз я о глюкокортикоиде договорилась. В принципе, у меня здесь, кстати, нет, между прочим, среди глюкокортикоидов, потому что тоже есть представители такие. То есть они могут оказывать совершенно иные такие эффекты, которые мы не видим, мы их пытаемся интерпретировать. Как раньше, кстати, интерпретировали активацию метагена активирования в протенки нас через GPCR исключительно какими-то хитрыми путями. Оказалось, что это, оказывается, делают бета-арестины. А вот придумывали несколько тысяч статей, придумывали какие-то фантастические методы, все оказалось гораздо проще. Так вот и здесь, на самом деле. Ну и несколько буквально слов. Я понимаю, что все очень устали. Просто, скажем, по некоторым иллюстрациям того, что мы делали. Ну здесь как раз структурная организация рецепторов гликопритейновых гормонов. Это ТТГ, ЛГФ, РСГ, в данном случае ТТГ. Значит, мы видим, что там имеется колоссальный такой эктодомен, с которым связывается как раз, собственно говоря, гормон. Он снимает ингибирующее влияние вот этого эктодомена на трансмембранный домен и фактически это приводит к тому, что начинает идти сигнал. Ну и вполне логично предположить, только, собственно, сайт внутри трансмембранного домена абсолютно пуст, а потом оказалось, что там есть арастеический сайт, что туда можно загнать определенное вещество, которое будет эту систему регулировать. Значит, и другой вариант. Можно придумать какой-то кусок цитопразматических доменов, который будет также фактически работать и тоже, являясь арастеическим регулятором, влиять на взаимодействие между активированным рецептором и жеберуками. Вот. Ну вот у нас довольно-таки много лет, я думаю, что меня слушали, у меня даже в докторской диссертации это было, мы занимались так называемыми пепдуцинами, это пептиды, соответственно, сегменты цитопразматических петель рецептора. Значит, в чем там суть? Там есть несколько механизмов, до сих пор, кстати, все авторы спорят, какой механизм, где, как работает. Либо вы выбираете кусочек пептида, который находится частью вот этого арастеического сайта, он таким образом начинает конкурировать с нативным, да, вот этим участком, менять информацию. Либо вы, соответственно, выбираете пептид, который определяет взаимодействие, арастеический контакт с жеберком, это как бы другой тип взаимодействия, либо есть третий вариант, когда, собственно, этот пептид влияет на олигомеризацию. На самом деле сейчас вот есть как бы очень много работ, эта тема продолжается дальше, очень многими акторами, в которых всевозможные вот эти варианты, они как бы реализуются, хотя, на самом деле, много из этого мы сами опубликовали еще достаточно давно, у нас, кстати, много достаточно пептидов было тогда сделано. Более того, что очень важно для таких пептидов, это их модификация жирнокислотными остатками, оптимальным является полиметат, ну, в общем-то, в принципе, это, конечно, снижает расстроимость данного пептида, но, в общем, это наиболее эффективно, потому что данному пептиду еще необходимо пройти через мембрану, чтобы взаимодействовать с этапазматическими сайтами, да, там еще такая большая проблема. Некоторые пептиды сами проходят, потому что у них достаточно положительно заряженных аминогислот, то есть они возводят спираль, ну, допустим, шестерка, если есть шесть остатков литина и аргинина, допустим, там 12-членов пептиды, достаточно, чтобы пройти. Либо надо полиметатом, соответственно, модифицировать, но это такая отдельная тема. Ну, я не буду сейчас говорить о массе всяких экспериментов, просто покажу эксперимент Энвива, который был в 15-м году опубликован. Мы видим как раз полиметированный аналог, он являлся стимулятором, это был стимулятор как раз рецептора ТТГ, и, соответственно, усиленная выработка тироидного гонона. Ну, это именно Энвивовский эксперимент, потому что Энита, нам понятно, что Энита очень много, что активно, а Энита потом активно далеко не все, так мягко скажем. А в последнее время мы, соответственно, начали заниматься уже вот теми, соответственно, астерическими регуляторами, которые взаимодействуют с трансмембранным доменом. Ну, в данном случае, вот здесь приведены примеры на рецептор ЛГЭ. Естественно, что мы говорим о мужском, допустим, организме, что вот эти вещества, они взаимодействуют с астерическим сайтом рецептора ЛГЭ, являются органистами, стимулируют, соответственно, цилиндринез в клетках ЛГЭ, это приводит к тому, что повышается уровень тестостерона. Вот у нас целая серия статей по этому поводу вышла. И мы видим, что действительно, вот у нас вот синенькая такая линия, мы видим повышение уровня тестостерона, по часам это однодневное введение, это многодневное введение. Значит, ну, все могут обратить внимание вот на эту такую замечательную, более высокую кривую, которая идет. Это на самом деле ХГЧ, золотой стандарт. Вы скажете, так зачем делать вот такие аналоги, хотя мы видим, что уже при многодневном введении он абсолютно сопоставим, да, когда вроде бы есть ХГЧ, но ХГЧ имеет очень большие негативные последствия, об этом можно много говорить, у нас даже целый обзор написан, что вообще генотерапины, которые используются в медицине, к чему они могут приводить? Вот как раз гиперактивация, это как раз там плохо. Вот АРСИ, потому что там артистическая, вот эта мощная стимуляция, да, она проявляет стимуляция. По идее вообще ХГЧ вообще ушел бы очень далеко вверх, но просто уже там система начинает по обратной связи валиться, и это имеет очень негативные последствия. Значит, а вот что касается артистических регуляторов, то они действуют долго и очень мягко. И вот даже действуют, скажем, при, соответственно, диабетической патологии. Вот мы видим, здесь синяя такая, как раз тоже кривая, которая уже совпадает уже на, там, соответственно, 3-4-5 день с кривой, которая здесь ХГЧ. Дальше в ХГЧ у нас есть тоже такая статья, она начинает еще проседать больше. То есть вот, в принципе, вот такие мягкие, тонкие эффекты, и причем они действуют еще, что очень важно, в основном на железе белки, вот это я самое главное не сказал, что у них еще есть эффектная специфичность. В отличие от ауэстерические, которые бьют по всем, и поэтому, естественно, приводят к побочным эффектам. Ну и последнее, что мы хотим буквально закончить. Мы все знаем о большом количестве патологий, всевозможных, с которыми никак не могут разобраться. Так вот, в основе этиологии, патогенеза многих из этих, соответственно, состояний лежит как раз выработка ауто-антител к ГПСР, которые как раз обрабатывают ауэстерическими эффектами. Ну, классически всем известна, конечно, щитовидная железа, это уже, наверное, избитая, лет, наверное, 30-40, все анализы сдают. А вот что касается массы других заболеваний, которые связаны именно с выработкой ауто-антител к различным ГПСР, это действительно крайне актуально и интересная тема. Мне очень приятно, что в нашем институте уже появилась тоже группа, которая этим начинает заниматься активно. То есть вот фактически получается так, что мы открываем новую страницу, новый мир ауэстерической регуляции, и мы понимаем, что, вообще-то говоря, короля делает свита, а свиты – это ауэстерические регуляторы. Спасибо. Спасибо большое, Александр Олегович. Все наше. Мы сейчас повторим, но сперва давайте вопросы. Есть ли? Да, можно вопрос. Конечно. Римма Германна. Да-да-да. Александр Олегович, вот скажите, пожалуйста, я не поняла вот такую вещь. Ну вот то, что анандомид и ауэстерическая кислота могут быть ауэстерическими регуляторами, механизм понятен. Они должны образоваться в результате какой-то метаболической реакции под действием чего-то. То есть это регуляторный акт какой-то. А как может быть натрий ауэстерическим регулятором, которого во внеклеточной жидкости очень высокая концентрация? Как это может работать? Либо сам рецептор как-то перестраивается под него. Как это происходит? Ну вот весь парадокс, наверное, заключается в том, что как раз природа в самом начале, когда разрабатывала GPCR и их регуляцию, придумала вот такой, я бы сказал, неспецифический универсальный механизм негативная регуляция ослабления этих сигналов. Между прочим, я могу сказать, отсюда ведь очень большие выводы. Допустим, гипернатриимия, то есть повышенный уровень натрия. Между прочим, это приводит к очень существенным изменениям бета-адреналлургической, скажем, регуляции. Всем это известно. Попил, соли, соответственно, у нас как раз по этому поводу много тоже занимаются в институте. И электрично точно. Всегда правильно говорят, что нельзя много соли. Вот, пожалуйста, вы принимаете большое количество натрия и тут же меняетесь на гормональную регуляцию. То есть это такой некий неспецифический механизм ослабления общей гормональной регуляции, чтобы как бы она была умеренной. Вот эта умеренность вообще, на самом деле, все должно быть умерено. Мы это прекрасно знаем. Вот это организм придумывает различные механизмы вот этой умеренности. А то, как он дальше выкручивается из этой ситуации, допустим, ну, это уже как бы то, что надо дальше изучать, но это вот некий такой общий механизм. Кстати, вот что касается и холестерина, это же тоже вот как раз к вашим как раз работам по взаимосвязи физико-химического состава мембран, соответственно, и активности GPCR. Вот это, пожалуйста, объяснение четко. То есть физико-химические свойства мембраны не просто определяют там, как там олигомоизуются рецепторы, чего там они находятся в смысле топологии, они реально прямо напрямую действуют на их активность. То есть это тоже крайне интересно. Вот, пожалуйста, уже совершенно прямой мостик без всяких вот таких окольных путей. Значит, я правильно поняла, Александр Олегович, что, говоря о натрии, вы имеете в виду его высокую концентрацию в результате каких-то воздействий? Ну, вообще говоря, сам механизм работает на, скажем, физиологических концентрациях, естественно. То есть вообще сама система на физиологических концентрациях работает. То есть фактически все рецепторы в той или иной степени немножко заторможены. И более того, вот, кстати, опять-таки по поводу ионных каналов, как раз говорилось, кстати, о GPCR, то, что как раз Борис Сарамонович говорил, вот как раз может быть даже отчасти вот это выталкивание натрия и так далее, это тоже может быть в какой-то степени тоже одним из таких механизмов. То есть мало того, что он сам регулирует вот эту силу сигнала, к тому же он еще, возможно, опосредованно участвует в самом механизме активации. То есть, возможно, его удаление, это тоже есть некий такой акт вот этой активации. Это очень интересная тема, но она, видите, еще вот как бы на стадии разработки, потому что это последние годы работы, удивились, прямо так скажем. В общем, сейчас пока радостно набирают эту статистику по всем этим астерическим регуляторам, а пока еще какой-то общей глобальной концепции нет. Спасибо. Да, Андрей Александрович. Нет. А там вверх надо немножко. Ага, загадаю. Честно. Понимаете, здесь две вещи у меня, ну, как бы сказать, в таком перенасыщенном докладе, очень перенасыщенном. Вот натрий-калий, потолостерический регулятор. Я приведу просто такой классический пример. Натрий-калиевая атефаза. Это вот там насос и так далее. Но в таблице там ферментов он просто атефаза. Вот если рассматривать его как то, что он, этот фермент, осуществляет гидролиз-АТФ, то тогда натрий является аластерическим регулятором. Натрий с одной стороны, калий с другой стороны. У них, у натрия и калия, есть разная, как бы сказать, степень попадания в гидрофобное пространство. Вот как только там, допустим, натрий соединился там с каким-то сайтом, происходит гидролиз-АТФ, фермент переворачивается и на тот же самый сайт садится калий. Дальше там, через АДФ, это все идет обратно. Поэтому, вот так говорить про натрий и калий как аластерические регуляторы, ну, я бы, честно говоря, не стал. То, что касается других металлов, то там тоже есть разные, ну, катионы, тоже есть разные вещи. Они все, как бы, в той или иной степени, каждый из них, могут имитировать натрий или калий. Являются ли они там аластерическими легкими регуляторами? Непонятно. Но кальций, кальций, это вообще важнейший внутриклеточный посредник, с ним все понятно. Это вот такая просто у меня размышление по поводу аластерических регуляторов. Здесь, вот еще какая вещь, вот все-таки, мы же все здесь эволюционные физиологи, и при рассмотрении вообще каких-то процессов нужно иметь в виду, что эволюирует не белок, не канал, не там рецептор и так далее. Эволюирует функция. Правильно? И вот все в историческом разрезе. и здесь поэтому вот возникает такой вопрос. Вот вы говорили там, ну, много про чего, что на это влияет, влияет на что? На же белки, а как это влияет на функцию? Потому что вот в таком хаосе, как я это увидел, очень трудно понять, как же все это работает. То есть как-то это надо разделить на функциональные системы, допустим, клеточный энергетический метаболизм, это хребет. А смотреть влияние вот этих предполагаемых алостерических регуляторов нужно не на активность фермента, а на функцию. Спасибо. Нет, в данном случае мы как бы ни о чем и не спорим. Естественно, функция – это, собственно, конечный ответ клетки на гормональное воздействие. Здесь даже не жейберки причем-то, не рецепторы, а, конечно, вся система. Что здесь определяется? Это эффекторная специфичность РАС, это сила сигнала, это обратные связи, то есть это все моменты. А если говорить о, вообще говоря, как бы детерминирующих факторах, то вообще их достаточно сильно много. Уже мы все сейчас знаем о том, что нет никакого, ни одного рецептора, ни одного ионного канала, кстати, который был бы просто вот так вот вбит в мембрану и не связан ни с чем остальным. Это скепфорд-системы, да, их имеется уже большущий каталог, да, там система комбинаторики. То есть минимум, самая минимальная система содержит, например, адреневация к лазу, протянки на зла, CMF-фосфодиэстеразу, какой-то ионный канал, я уже не говорю о ЖБРК, когда есть же ПСР самих. То есть это вот на самом деле большой такой блок. Этот блок является тканью и, соответственно, клетка специфичным, при определенных физических условиях работает. То есть мы, получается, имеем абсолютно фантастическую емкость вариантов ответа, специфичности и эффективности этого ответа. То есть это вот уникальная как бы ситуация. Поэтому мы от простой модели, в которой мы жили, наверное, лет 20-30, сейчас переходим к более сложной модели, в которой появляется с одной стороны более сложная, с другой стороны более детерминированная. Определить вот этот комбинаторик вот этих компонентов, которые определяют в каждом случае сигнал, это уже отдельная такая действительно сложная задача. Но, по крайней мере, начинаем понимать, почему в этой клетке сигнал такой, в этой совершенно противоположный. Хотя все абсолютно одинаково. И экспрессия рецептора одинакова, и гормон одинаково с концентрацией. Результат разный. Какой за счет вот этой системы комбинаторики? Я думаю, что вот какая с чем основная суть. Так, Максим Григорьевич, да? Тут просто как дополнение почти философское. Нам, чтобы вот с этим делом разбираться, мы сейчас… Вот одна из проблем. У нас куча методов, очень тонких, позволяющих там на молекулярном уровне что-то такое определять. И у меня иногда состоится впечатление, что мы с помощью электронного микроскопа пытаемся изучить структуру стола и понять, для чего этот стол нужен. Как минимум, нам нужно… Особенно вот сейчас была куча каналов разных, а теперь еще куча аутостерических регуляторов. Нам надо задуматься о том, что функция, она отделяет сигналы от шума. И что вот из этих электронических регуляторов и прочего рассматривается организмом как шум и, соответственно, не ведет никаким функциональным последствиям. Вот это нужно, по-моему, держать в голове при всяких таких анализах. Спасибо. Безусловно. Но в данном случае мы и должны учитывать этот шум тоже. Потому что если прийти в феррагмонию и вокруг будет очень большой шум, то никакого концерта мы не услышим. Ну, это у кого какой шум? Тогда это не шум. Так. Еще бы вопрос, да? Мне показалось. Людмила Павловна, можно, да? Да, пожалуйста. Александр Олегович, спасибо огромное за доклад, который будет у всех, конечно, очень много мыслей, параллельно буквально вашим словам. Ну, это замечательно и здорово. У меня вообще были вопросы и мысли, созвучные тому, о чем уже Лимма Германовна сказала про натрий, да? Ну, это хорошо, что мы стали об этом думать. И я немножко хочу, в общем, мои мысли текли по ходу вашего доклада, что, скорее всего, вот это такое ингибирующее происходит при каких-то фармакологических дозах, при ситуациях нефизиологических, но вы, отвечая Римми Германовна, мне все-таки сказали, что, на ваш взгляд, это происходит в физиологических условиях, да? Вы как бы вот это действительно об этом так думаете? Ну, это происходит в физиологическом диапазоне, именно благодаря физиологическому диапазону натрия мы, скажем так, умеренно смягчаем эффекты гормонов, насколько я понимаю, по данным литературам таких работ несколько сотен, я же не ориентируюсь там на какие-то две-три статьи, да? Сейчас каскад работ таких идет, изучают очень подробно этот феномен. Если мы превышаем, скажем, концентрацию уже как бы сверх физиологических существенно, то мы там уже, конечно, нарушаем вообще всякую систему регуляции, мы там действительно можем не позволить, соответственно, атерстерическому леганду отработать так, как он должен. То есть там уже будет не смягчение, а реальное ингибирование, реальное бракирование и так далее. То есть я понимаю, это так. Но, во всяком случае, это крайне такой интересный феномен. Потом еще есть там интересная работа, в которой написано, что в различных компактнентах и клетки и вообще в различных тканях немножко разные тоже натриевые вот это регуляции. Это как бы сейчас вот то, что изучается. То есть, возможно, это тоже прицепляется к некоторым фруктуациям соответственно концентрации натрия в различных компактнентах. Спасибо большое. Я хочу, ну вот специально вас поблагодарить не только за научную часть доклада, а за такое емкое и чрезвычайно важное введение и Алене Абгаровиче Арбелле, конечно, ну вы сказали главное, да, вот в таком коротком вступлении об этой его личности, о важности и о значимости того, что он делал до настоящего времени, и мы эту значимость его научного наследия переоцениваем, наверное, и вот на этой конференции было много всего, но и еще, конечно, ну вот основное, да, ключевое слово, которое вы использовали, прорывы, прорывы, которые обеспечил Леон Абгарович Арбелле для развития нашей науки, и, конечно, вот совершенно созвучно, я солидарна, ваш очень удачный пример про количество статей, да, в 2011 году, и в то же время отсутствие таких глобальных прорывов в науке, и в нашем совместном центре, в котором мы вместе работаем, когда писали проекты, я даже, ну, очень созвучные слова обращала на это внимание, когда доказывала необходимость развития интегративной физиологии, и мы писали о том, что в последние годы былообразно увеличивается, да, знаний, количество научных статей, но вместе с тем прорывов знаний не происходит, и то, что мы вместе пытаемся показать и доказать, что именно интегративная физиология и нацеленность на понимание значимости наших результатов для функционирования целого организма, конечно, с моей точки зрения может обеспечить этот прорыв, так что я пользуюсь случаем и выражаю благодарность вам, как руководителя вот от вашего института, части по МЦМУ, как раз я надеюсь, что результативность, которую имеем мы и по центру, в какой-то степени нас приблизит к каким-то прорывам. Спасибо. Спасибо, Владимир Павлович, вам стереться. Спасибо, Владимир Павлович, за такие слова поддержки. Коллеги, есть ли еще вопросы Александру Олеговичу? Или, может быть, давайте тогда Александру Олеговичу поблагодарим. Спасибо.